Это лекция была придумана давно и вычитана тоже давно. Суть в чем? Сейчас остро стоит вопрос собеседований. Компаний много, они расплодились. Есть маленькие компании, есть крупные компании. Где-то хорошо, где-то плохо. Этот доклад скорее не для тех людей, которые уже на многих собеседованиях побывали. Все это покушали, уже прекрасно все знают и что вы мне здесь рассказываете. А для тех людей, которые готовятся пойти на собеседование, может быть второе, может быть даже первое вдруг. Тут будут такие небольшие хинтики, чего стоит делать, чего не стоит делать, как готовиться, как не готовиться и все такое. Небольшая для начала ремарка. Мы с Димой работаем в компании Ник Солюшенс. Я в должности тек-лида, Дима в должности тим-лида в ВХП-отдела. Собственно говоря, мы уже проводим собеседование лет 6, наверное. Где-то около 6 лет. Мы печемся тем, чтобы принимаем на работу людей, слушаем их, выслушиваем, общаемся, берем и работаем. Или не берем и не работаем. Ну хорошо. Первое, с чего начинается вообще знакомство с человеком. Мы уже немного подзабыли слайдики. Первое, с чего начинается, это, конечно, первое впечатление человека. Какое сложится впечатление, да, вот эти вот первые 4 секунды, которые... Я, наверное, слишком далеко залез. Это был второй слайд, серьезно, мы все позабывали. Мы вообще должны были готовиться. Давай, я спросил Вишку. Давай, спросил Вишку. Ну ладно. Начинается все с вашей СВ, которая нам приходит. На самом деле первые 4 секунды, это следующий слайд. Там, послушайте. А первое, что видят на самом деле, это краткое резюме о вас. Форматы резюме. Смотрите. Очень важно понимать, какой формат и какой концепт преследует сама контора, в которую вы отправляете резюме. Есть большие какие-то монстры, в которых, скорее всего, все бюрократично. Слать в контору, в которой там 500 плюс человек резюме типа юный джедай ищет там крутого мастера йоду и все такое. Я боюсь, что те девочки, которые сидят на входе в хайр-отделе, читают письма, в большой бюрократической системе, они даже не понимают, о чем речь. Они не пропустят это темлиду и техлиду, потому что это спам. Это китаец пишет о какой-то непонятной фигне. Тоже стандартный вопрос, который задают. Причем, заметил, что люди, которым задают этот вопрос, почему-то, слава богу, меньше, но половина, она реагирует на него вот типа, а че? То есть мы хотим узнать у человека, что конкретно стало вот камнем преткновения в другой конторе. А человек думает, что мы его выпрашиваем, потому что хотим узнать, где же он налажал там. Нет, цель этого вопроса не для того, чтобы вас закопать на собеседовании тут же сразу. Цель для того, чтобы понять, может с начальником проблемы были, начальник там не совсем адекватный человек. Может быть, ну, стандартная проблема, конечно, бабло, но все говорят, я не хвала было. И тут сразу тоже себе хвадочку, ну, я оконтилен. Но интересные, ну, тут такие вопросы, мы не будем по каждому проходиться, все очевидно. Но вот скажу, что интересно, это не хинт, и мы его запомним. Интересные ответы вроде, допустим, заинтересовался continuous integration, предложил начальнику, начальник сказал, нафиг, я пошел на руководство выше, через одного перепрыгнул. Секунду. Перепрыгнул на руководство через одного выше, и из-за этого меня уволили. Как бы not bad. Ну, то есть, и, во-первых, знает умные слова, во-вторых, проявил инициативу, причем овер-инициативу, и как бы это круто. То есть, человеку не пофигу, он захотел у себя в проекте такую штуку, ну, начальник тот самый неадекват, который привык. Вот так делаем, я сказал. И все. А, я понял, чему ты ведешь. Ты, наверное, возмутился, значит, меркантильности. Есть такое понятие, удобный человек, который работает, как-то, как-то, но всем удобен, как-то в коллективе нормально. Есть человек, который делает, но он довольно-таки агрессивный. Такое тоже бывает. Агрессивный. Бывает, да. Да-да, такая вопрос, да? Вот, то есть, вопрос такой. Может, допустим, человек, который что-то может делать, ну, или что-то придумывает, или у него у нас ненормально соображается. Вот, ну, например, он может неудобно им быть компанией, но хотя он всю эту компанию может тянуть, вот сталкивался с таким вопросом. Вопрос в чем? Вопрос в чем? Я слышу, я слышу, да. Почему вопрос, первый вопрос? Потому что, когда идет собеседование, смотрят на человека, правильно? То есть, тот, кто оценивает свой вопрос. Но компания что-то преследует. Когда человек с какой-то историей приходит, например, пришел он с историей, ну, уже можно посмотреть, там, допустим, зайти в Google, еще куда-то вылазить. Что-то положительное, его работают, но уже не особо смотрят, какой он там в коллективе, допустим, берут, дают ему работу, он делает. Делает хорошо, ставлен, вот, а дальше смотрят, как коллектив подстраивает, а берут подстраивает. Смотри, ааа. Ты все правильно говоришь? Да, да, давай так, ты хочешь об этом послушать? Ну, да, я иди не могу, пожалуйста. А, отлично, если в этом вопрос, окей. Хорошо, ты абсолютно прав, у компаний, дальше, компания делается на два типа. Одни ищут человека под проект, под место, другие под рост. То есть, под место, это когда заходит огромная дура-фура, пишет Google, говорит, хочу аутсорсить именно вот вашей компании, мне нужно там 30 евистов. Тут начинается. И вот там действительно, вот это опускается на второй план, и нам нужно 30 человек. То есть, девочкам дается план, 30 человек, и не буду рваться. Ну, то есть, чтобы не сделать какую-то цель, без этого? Цель, да, то есть, есть на проект определенная вакансия. Главное, что, технические, которые это все могут быть. Само собой, мы говорим из технических. Просто часто бывает, что нам пустят какие-то там впечатления или что-то еще, бывает отталкивать человека, который именно больше посадил. То есть, вот идея какая, то ли выбрать бездомного человека, чтобы он полностью походил, то ли выбрать человека, который делает. То есть, основной. Давай сделаем, подождите, часто. Давай сделаем так. На самом деле, скорее всего, половина здесь вообще не понимает, о чем мы сейчас с тобой спорим. Давай после, после, с удовольствием поспорим. А сейчас продолжим. Давай, я одну просто фразу. Смотри, у нас никогда не стояло, как это, указки сверху, да, набрать 30 и бежать. Мы всегда смотрели на текущий микроклимат у нас в коллективе. И мы всегда думали, как человек впишется в наш коллектив. То есть, да, чтобы у нас не было каких-то вообще, что человек там начнет выйти и так далее, и тому подобное. Возможно, там, ну, люди все разные. Поэтому всегда это было где-то как-то. Короче, мы второй. Всегда, да, мы второй. То есть, мы заранее пытаемся планировать, набирать, не вспять в срачки горячки, когда нам, он там действительно суицидальный маньяк, а нам приходится его брать, потому что у нас больший вариант. Вот, а мы берем чуть-чуть вперед, чтобы, когда оно придет, у нас хотя бы половина уже есть. Мы ответили на этот вопрос, да. Хорошо. Так, ну, вроде как, все осветили. Тут я не знаю, что еще можно сказать. Начальство versus мозг, ну, это как раз вот тут пример, когда у человека мозг хорошо работает, а есть начальник, у которого он не так хорошо работает. И, ну, он же все-таки начальник, вот он сказал пилить перпендикулярно. Вот, пилят все перпендикулярно. Человек пришел и говорит, блин, если параллельно, в два раза дешевле получается. А ему начальник, перпендикулярно. Ну, начальство или мозг. То есть, человек ушел, потому что у него есть мозг, а начальник этого не увидел, не понял. Кто виноват в чем? В том, что у начальника мозга нет? Знаешь, тут вообще два варианта. Если у начальника нет мозга, либо ты становишься на место начальника, либо ты уходишь из этой компании. Ну, собственно говоря, все обратно. Да, если у начальника начальник адекватней, то ты станешь на место начальника. Или если ты маньяк. А кому маньяк? Место имеется в виду не место, стул. Ты можешь постоять на нем, да, завалить его и постоять на нем. Больше такие. Компания может поделять, например, задержка проекта или еще что-то. Но если у тебя человек, который... Да, вариаций вообще миллион. Мы говорим, в целом, как бы, вот, так получается. Да, начальник. Окей. У нас очень часто открыта вакансия на джуниор-разработчика. Вообще, вакансия джуниор подразумевает в себе то, что на нее приходит человек зачастую безопытным. Проблема понятна. У человека нет опыта. За какой-то час нужно понять, насколько человек вообще способен учиться, работать, подружится ли он с коллективом. Но достаточно сложная задачка. Это вот почувствовать соображалку человека. Это тоже нужно уметь. На данный момент у нас вакансии все закрыты. Но еще совсем недавно на собеседованиях я задал вопрос в собеседовании. Все любят, как я там пишу. А теперь вопрос в собеседовании. Пишу всякую фигню. На саморажалку у меня сейчас текущий вопрос. Это я описываю некий сценарий из жизни и прошу для реализации данного сценария спроектировать базу данных. Вообще очень бомбически работает эта штука, поскольку человек показывает то, как он размышляет. Вообще проектирование базы данных... Секунду, я такую помарку. Прикольно видеть вот в этом вопросе, спроектируя базу данных, как некоторые люди, которые вот в этом проблема, но зато они начинают из рупа. Какие-то вот древние, помните, может быть еще схема структуры, начинают пытаться вот руповским методом рисовать. Все это правильно как бы. Ты видишь, что полная архинея, но зато он знает. Вот. И человек вот по мере проектирования очень интересные моменты, можно подчеркнуть. То есть даже то, что человек там в базе данных определенные поля продумает, чуть больше, чем нужно. То есть он такой, поле креатив мне нужно, или еще что-нибудь. Ну, в общем-то, эти все моменты очень тонко подсекать, и видно, как думает человек. Я, конечно, сейчас обленился, я в последнее время задавал просто сценарий, описывал одинаковый, но зато девочки ХР, которые со мной ходят, они чувствуют разницу между людьми. То есть даже человек, не специалист технического плана, а психолог фактически, она уже чувствует и понимает, что я вижу, какой уровень соображалки показывает человек. Раньше я задавал математические задачки, типа мог задать, поменять две переменные местами значения, не используя третью. Переменные интегровые значения. Вперед. Простейшая элементарная задачка для третьего класса. Можно долго и достаточно интересно наблюдать за тем, как решает человек, который уже закончил школу пять лет назад. В общем-то, это очень интересно и увлекательно. Другой момент противоположный. Когда мы говорим не о джуниор-вакансии, ало, у нас была и МИД, и сеньор открытая вакансия когда-то, приходит человек, говорит, я работал три года, я хочу ванку Е, вот, я такой весь клевый, классный, а ему задаешь вот эту задачку насчет базы данных спроектировать, а он не может. Говорит, а я с SQL-ем не работал. Человек три года там или четыре работал над PHP-проектами, а SQL-ем глаза не видел. А у нас запросы писал DBA. Вот. Такое тоже было. То есть, вот такие вот крайности вроде бы встречаются, но... Да. А вы даете потом ответу на задачи, которые... Знаешь, как я делаю? Я делаю хитро. Говорю, вот, конечно, молодец, это все неправильно, давай ты дома подумаешь над задачей. На самом деле, в классике собеседований так делать нельзя. И да, стараемся всегда объяснять. Но если сильно устаем и видим, что уже невозможно, то приходится отправлять домой с просьбой и прислать на почту ответ. В десильности... Прикола, извините, передаю. Кажется, прикола. Коан задавать. Будет если не будет отвечать. Отлично. Ну, в десильности обычно часто подсказываем, разговариваем. Иногда я просто на дом, домашнее задание на дом, как усложняющее задание, говоришь, ну, вроде бы человек даже решил, мы с ним разжевали тему, а потом говоришь, а теперь дома для себя. Возьми вот этот вот запрос, что ты вот три штуки молевал, объедини в один, и будет тебе счастье. Говорю, будешь понимать базы данных? Или вот этот вот код 10 строк JavaScript, запиши одной строчкой, и будет тебе счастье, будешь понимать JavaScript. Вот. Вот такие задания, да, я иногда даю домой на подумать. Вот. Еще третий вариант, это когда, ну, тут уже приходит человек, у него есть и опыты, и опыт, и знания. Вот. Тут стоит задуматься вообще, стоит ли такой вот человек, да, как раз возникает вот этот вопрос о микроклиметрии в коллективе, то есть человек по знаниям подходит, знания, опыт, все, все окей. А возникает вот этот вопрос, а подойдет ли он в коллективе, впишется ли он, насколько он, ну, то же самое, насколько он вообще работает в команде, может ли он работать в команде. Когда приходит человек и говорит, я пять лет работал на фрилансе, говорит, а где ты еще вообще работал? Ну, закончил универ, или не закончил универ, вообще в универ не ходил. Вот. Я 5 лет работал на фрилансе, рву всех как этот, как тузик-грелка. Мы посмотрели, ну да, рвешь как тузик-грелку. Но ты вообще не командный игрок. У тебя нет опыта работы в команде, работы в коллективе. Зачем ты нам? Это вот к вопросу о микроклимате и так далее. Отдельно стоит отметить, люди, когда приходят с опытом, а опыт-то не наш. То есть человек приходит и говорит, я 5 лет разрабатывал, ну не знаю, на друпал. Вот я 5 лет работал с друпалом. Я такой, ну а мы работаем с инфриверком, и что твой опыт друпала мне конкретно отдаст? Ничего. То есть человек пришел с определенным требованием по зарплате. Там, где он работал на друпале, он эти деньги стоил вполне. А тут он приходит, а мне его друпал не нужен. Я не хочу платить ему за то, что я не могу использовать вообще. То есть оно не то, что не нужно, но в данном контексте это скорее даже лишнее. То есть человек стоит, как специалист, друпал специалист, он стоит своих денег. А как Zen Free Work разработчик для меня, так он на уровне джуниора. То есть возникает резонный вопрос, а стоит ли он, нужно ли его брать, чтобы он мучился, переучивался, да, на Zen Free Work, я ему хватил там полгода, пока он переучится, он в конечном итоге плюнет на это все и уйдет туда опять назад на друпал. То есть всегда думаешь еще и об этом. Да, ну, такие больше технические у нас... Диссонанс? Да, у нас немножко. Это слайд точно обычно, да, рассказывает? Ну, могу я, в общем-то, не важно. Технические навыки. Когда Антон садится... У нас, ну, разделение там стандартное, я такие большие юлицкие вопросы задаю. Дарк, очевидно, технические. Это было, по-моему, вот где этот парень-то проговорил, что там читает блог Дарка, вот это точно было на блоге. Было? Да, да, было, было, было. Стандартные вопросы, которые, в общем-то, надумалку на вот как раз тот элемент, который был в предыдущем слайде. Часть знаний, часть голова работает, не работает. Стандартная задачка, вбиваем в браузере Google.com, что происходит. И вот тут вопрос. Насколько, во-первых, человек глубоко уйдет, понимается, насколько он будет вкапываться в задачу глубоко. Не всегда глубоко это хорошо. Когда тебе человек в этом вопросе доходит до того, что он тебе объясняет в стеке протоколов, в TCP и как пакеты передаются и валидируются, уже начинает становиться страшно. И ты понимаешь, что если человеку на практике, когда он будет в проекте, дадут какую-то задачу, в которой не будет такого ответа, как обычно, там, опа, залило, все написал. А будет какая-то вот загогуленка, ты понимаешь, что он уйдет, он начнет писать разработчикам драйверов каких-нибудь. И понимать, как оно там. Это не шутка на самом деле. Ну, ребят, так и есть. Есть у нас в команде люди, которых мы отучаем специально, бьем по рукам, потому что они могут два часа решать задачу, которую вот сидит рядом там его лид. Лид, он повернется, задаст вопрос, лид ему одно слово, он говорит, а, все, и решил задачу. А он два часа тратит на то, чтобы вот через форумы, через там какие-то дебри пытаться найти, причем он залез в такую глупь, которая даже лид сидит и говорит, блин, я такого не знаю вообще, ну, я как бы не залазил никогда туда. Довольно просто решается. Причем психологический человек, когда раскрывается и начинает уже, ну, вот, да, кумей, там, своими джедайскими методами, ты не боишься. И человек, оп, выключается и нормально начинает рассказывать. И вот если начинает углубляться, стопудово это тот самый конкретный тип, который будет дальше углубляться. Ну, тут вопросы, что нового в разных версиях ПХП. Это вопрос на, ну, техническую социализацию. То есть есть социализация обычная, когда там вконтактике всякие там сайтики, твиттеры читаем, все друг от друга все знаем, когда там покакать сходил и все такое. Есть техническая социализация, это когда человек подписан на рассылки, когда он ходит время от времени на сайты, читает хабр, читает там разные другие ресурсы интересные ему и знает много нового. Вот это банальный на самом деле вопрос, потому что это знают, я думаю, все сидящие здесь. Здесь везде это есть, только выходит там ПХП на всех там новостных ПХПшных сайтах, появляется что-то нового сделано. Если человек не может ответить на эти, ну, вопросы на самом деле объединены, ну, суть одна. Если человек не может ответить на этот вопрос, то, скорее всего, он один из тех, которому друг посоветовал выучить ПХП, потому что он легкий. То есть человек самому это неинтересно, он делает это ради, ну, чертого знает, денег, там, сказали, что программисты много зарабатывают. Вот. Он не ходит на сайты, он не смотрит, не интересуется этим всем. Тут задачка, ну, банальное назнание такая. В действительности задачки варьируются, иногда от настроения, иногда, не знаю. Кстати, от настроения, да. От настроения бывает, да. Иногда останавливаю, серьезно, начинаю просто хнобить. Как даст, я такой сижу тоже, чем вместе с собеседованием, чешу вдвоем. Как это сделать, блин? Следующий вопрос тоже, ну, уже ближе к социализации. То есть насколько человек, вот есть люди, которые он уперся в какой-нибудь Zen-фреймверк, и Zen-фреймверк продолжает копать, он не видел белого света и все такое. То есть плохо тот ПХП, который не написал свой велосипед, есть такие, которые не пишут свои велосипеды и вот выбирают. Как бы, с одной стороны, вроде бы, как классно. Человек не тратит время на какую-то фигню, зачем писать, если это уже есть. Но, с другой стороны, у него нет кругозорож, нет ширины. И когда к нему, например, ну, допустим, этот человек уже проработает долгое время, он будет сидеть все время на вот этой вот, на одном фреймверке. К нему придет задача написать e-commerce. Он такой, ну, мы сейчас возьмем на Zen-фреймверк и за килотонн часов мы его сейчас ту-ду, бабах, забабахаем. А тут рядом сидит чувак и такой, ну, где он там, e-commerce, подсказывает. А человек даже не открывал, не слышит об этом, ну, не знает. Довольно важный вопрос, насколько кругозор широк, насколько много фреймверков он изучал. Ну, вообще, вот, возвращаясь к теме своих велосипедов, я вообще приветствую, да, приходит человек на собеседование, говорит, ну, я свой фреймверк разрабатываю, я говорю, а ты другие видел? Ну, вообще, это контрольная точка, когда человек говорит про свой фреймверк. Если он говорит, да, видел там, видел такой-то, такой-то, я говорю, а что у тебя лучше, ну, и так далее. То есть, какой-то диалог есть и понимаешь, да, мне уже начинает интересно, а ну, покажи. Вот, то есть, это уже интересно, с этим человеком уже интересно общаться, и уже я, скорее всего, там уже наметил пару плюсиков в результатах собеседования. Вот, так что свой велосипед это всегда полезно. Еще раз отправка на... А, ладно, все уже знают. На плюс, да. Хорошо. Та же фигня, да? Поехали дальше. Ну, дальше уже, ну, опять же, возвращаемся к техническим вопросам. Это то, что я говорил, разработать структуру базы данных под определенные нужды, да, проекта или сценарий, я говорю сейчас. Ну, немножко технических вопросов, немножко на расширение круга озора, немножко вглубь, но то, что в MySQL оказывается несколько инжайнов, а не только один. И вообще, то, что есть инжайнов, это тоже хорошо, если знают, это отлично. Есть те, кто не знают, что есть. Вот. Так что, поехали дальше. Ну, тут понятно, да, в принципе, это технические вопросы. Знаешь, отлично. Копал, хорошо. Смотрел вокруг, вообще, молодец. Дальше поехали, я люблю очень, вопросы по JavaScript 2 и по HTML, CSS. Вообще, мои коронные вопросы, это вот, когда я пишу какую-то хрень невнятную, да, CSS-селектор такой, который в жизни встретишь в какой-нибудь Twitter-будстрапе, может, еще где-то. Ну. И я говорю, ну и рассказывай, что ты тут видишь? Ну, основной акцент это понятно, что человек должен знать, что такое решетка, что такое точка, да, почему там пробелы между тегами и так далее, идентификаторами. Ну, коронный вопрос, это насчет цвета. Да, вот это вообще the best, поскольку я, наверное, проведя так много собеседований, научил очень многих людей, что они запомнили, что такое RGB и почему... Что у нас тут? А, что это красный цвет, да? Вот. После этих собеседований, я думаю, все как-то вынесли, сто процентов вынесли с этого собеседования и запомнили, как красный цвет записывается в трех ипостасе. Мало того, вот девочки не должны собрать хаэры, которые с нами уже давно, они уже тоже знают, что такое RGB, я знаю, как бы красный цвет, желтый, там, могут даже миксовать там. Ну, вообще, знаете, какой самый популярный ответ на вопрос, какой это цвет? Вот именно. Черный. Вы знали, да? Черный, да? Черный. Так, вот это вот самый популярный ответ на этот элементарный вопрос. Старочка черного цвета, который пишут. Да, черный, черный. Креп. А, вот, еще раз замечательно люблю по jQuery хулиганить, это выборка некого элемента. Ну, тоже по вот такому, какому-нибудь замечательному CSS-селектору. Ну, то есть, как бы, вроде бы для PHP-разработчика это немножко сбоку припевку, да? Обычно все говорят, нафига мне PHP-разработчику, там, CSS знать, HTML знать, я ж не верстальщик, там. И так произвели, я ж не верстальщик, вот. Ну, да, ты не верстальщик, тебе прислали готовую HTML-ку, CSS-ку, будь добр, вставь туда контент. Ну, так ты же не можешь даже понять, где там что, если даже не можешь CSS-ку прочитать. Там, или тебе нужно добавить какой-нибудь JavaScript, который стучится ясиком. Куда-то, что-то, где-то подменяет. Или тоже такой, ну, я ж PHP-ист, я ж не этот. Ну, вот, ты не этот, ну, зачем ты мне такой нужен? А потом они обижаются на кодер. Ты кодер? И кодер, и программист. Компьютерщик. Это для соседей. Для соседей компьютерщик. У меня блок питания сгорел. Майфай настройка. Так, да, это наверно я расскажу. Давай. Я уже устал. Качаться. Тоже довольно, ну, распространенный. Но это уже адвансит вопросы, которые мы задаем, вот, если вдруг человек и по психологии показал себя хорошо, и на вопросы по технологиям хорошо ответил, то мы уже заинтересованы. И мы начинаем у него уточнять, с чем он работал, кроме как PHP, то есть внутри проекта. Каким образом там выдавали ему задачи? Было это в ICQ, кубку так вот текста насыпано просто, и давай разбирайся делать вперед. Или была это какая-нибудь там система, типа там, джиры какой-нибудь вкусный, там, трак какой-нибудь, в которой там все было красиво сделано, разграничено, человек уже понимает, что процесс – это не просто слово в красивой, классной книжке по айгиле какой-нибудь. А процесс – это процесс, который настроен, который вот определенным образом работает. Да, процесс. Вообще круто, если человек, вутерфолы, айгиле, ежи с ними, воспринимает не как просто слова умные, которые у всех на устах, и он ходит на конференции, он все это там слышит классно, но в этом ни разу не был. То есть он начинает там из какой-нибудь умной книжки просто вот зазубренную фразу рассказывать, а толку понимает, что он не чувствовал, не щупал, не был в этом, и как бы, скорее всего, это просто теоразнание. Когда он в это попадет, он просто будет в водовороте вот так вот, его менеджер будет крутить, а он будет крутиться. Нет, вопрос? Можно вопрос себе? Вот вы до этого говорили, что вы берете человека по предметной цели, то есть он должен в этом уже немного разбираться. С другой стороны, человек идет, ему интересно, может быть, с чем другим поработать, перевести новый опыт, а не просто работать с тем, что он работает. Да, это просто чистый, как бы, чистая меркантильность – работать и работать только ради денег. Какой смысл менять работу? Вы все услышали вопрос, да? Да. Вот, то есть вопрос, почему бы не дать человеку, который идет, допустим, не ради денег, а ради нового приобретения опыта, знаний или чего-то, шанс, так? Да, я не говорю обо всем, то есть, ну, в принципе, какую-то часть... То есть человек приходит, говорит, я раньше работал на Друпале за один килобакс, а сейчас согласен за полкилобакса вот с вами работал. Где-то так. Поверь, скорее всего, проблем не будет. То есть человек приходит и говорит, я хочу зарабатывать, ну, понятно, это образно килобакс. Я хочу, вот я на Друпале получал килобакс, я сейчас приду к вам работать на килобакс. А мы ему говорим, ну, чувак, смотри, у нас Зенфенберг, как бы, у тебя есть опыт, ты можешь с ним работать? Он говорит, видел, где-то там слышал, где-то было. То есть мы понимаем, что мы сейчас возьмем его на определенную сумму. Мы потратим, это может быть действительно и до нескольких месяцев, для того, чтобы наточить его. То есть у него было наточено бить друпал, а мы его будем меч точить в другую сторону, чтобы джеквейли бить. То есть мы в него вложим деньги, он захочет ту же зарплату, очевидно, он говорит, ну, блин, это минимум, на который я соглашусь. У меня много прошло за работе, и я его понимаю. То есть как бы надо доуншифтиться таким вот образом. Но если человек готов доуншифтиться, это как бы, obvious, скорее всего, проблем не будет. Другой вопрос, когда он приходит и говорит, я хочу не килобакс, а килобакс плюс 200, потому что я там получал килобакс, а теперь я хочу больше. Но я не хочу делать друпал, потому что он мне надоел. А зэн фреймверк? Зэн фреймверк, ну, я в NetBean сработал. Ну, я говорю, хорошо, молодец. Не, это не шутка, кстати. Ну, ты ответили на это? Хорошо, дальше. Очень-очень важный вопрос насчет оценок. Есть люди, которые воспринимают оценку Таска как, ну, не пытку, наверное, вот как Фаусту. Вот дали документы, он кровью должен расписаться там. И если вопрос, занимался ли ты когда-нибудь оценкой, и попросить, допустим, ну, иногда такое бывает, редко, конечно, но просим что-то оценить. Вот тебе Таск, сколько сделаешь? И смотрим на реакцию. А иногда новенькие, ну, с опытными, оно проходит с опытом, потому что человек уже знает, сколько он это сделает. А с новенькими начинается паника. То есть мы пропускаем этот вопрос. Человека берем на работу, ну, видим в нем потенциал и все такое. Берем его на работу, садим, к нему подходит, там, например, Антон и говорит, да, вот тебе фичелистик, накидай оценку. Он когда возвращается, тут есть два варианта. Первый вариант, человек висит над этим фичелистом, вот так. То есть он в супоре, все. Его надо так сам садить и говорить, так, ну, давай, вот это вот за это сделаешь, сделаешь. Или бывает такое, что он приходит и видит там килодонну часов, а там небольшой какой-нибудь хелперик для уже существующего сайта что-нибудь сделать. И как бы задается вопрос. Это вопрос отсеивания паники и понимания того, может ли человек адекватно оценивать или он просто паникер. Как, в общем-то, ну, все начинали, изначально всегда недооцениваешь свои силы или переоцениваешь и начинаешь там чудить в оценке. Я думаю, ну, перечень тасков и к таскам поставить время выполнения. Да, оценка времени выполнения. А приблизительно посмотреть не просто, чтобы почитать таск, а посмотреть, пощупать его в коде, глянуть, что там происходит. То есть, уже сделанный таск, на него делать оценку или почему? Нет, нет, я имею в виду. Просто по описанию таска не всегда понятно, что ты увидишь внутри, когда залезешь в куру. Ну, понятно, что за пример, если я... Если ты имеешь в виду, то есть... Ну, я пример привел, да. Пример, да. Пример невалидный, да. Ну, там, не знаю, вот, карп прописать к этому магазину, там, доделать. Тебе дали сайтик, тебе дали фичилист, тебе дали описание, что тебе нужно. Дашь оценку? Ну, скорее всего, дашь. Ну, в каких-то диапазонах, ну, дашь. То есть, диапазонах дашь, да. Ну, а есть люди, которые... То есть, ты смотришь и понимаешь, что в таске переоценки в два раза. Ну, реально, в среднем. Dark это сделает за 0,5 от того, что бы оценил нормальный человек. А мы, как бы, ну, средняя оценка, это за сколько сделает средний разработчик. Да, Dark сделает быстрее, новенький сделает медленнее, но в среднем где-то так. Так вот, когда ты смотришь на оценку, она в два раза больше. И, как бы, вопрос. Представь такого человека самого отпустить, то есть, ну, такого... Я надеюсь, это только, ну, вот, такие конторы, которые быстро умирают. Но, вроде бы, как такое есть, когда человека просто программера садят на место, дают ему пучок документации, и менеджер... А варит, вперед, и уходит. И через неделю он там приходит к нему, жив. Ну, что там, показывай, давай. Вот. А человек, как бы, ну, блин, он пытался оценить, он недооценил, переоценил. Ну, блин. В действительности, этот вопрос, скорее, уже дальше, чем в собеседовании происходит, да? То есть, ты начинаешь понимать, человек вообще способен давать оценки, насколько он реально дает оценки. Но на этапе собеседований, если ты сталкиваешься с человеком достаточно опытным, то этот вопрос все-таки хотелось бы задать и узнать, насколько... Ну, есть ли у человека опыт оценки, да? Если он там говорит, ну, да, я каждый месяц оценивал на месяц вперед, что я там и как буду делать, да, значит, человек может планировать, человек знает свой темп работы, мы заодно и узнаем этот темп работы. И на самом деле, это очень хорошо, что ты не понимаешь, как нельзя давать адекватную оценку. Повезло. Вот, еще момент небольшой. Я слышал, что полезно давать небольшой коэффициент на, как бы, набрасывать время себе, погрешность. Себе ты можешь набрасывать... Ну, когда ты... Что угодно, да. Когда ты даешь оценку, ты имеешь в виду риск. Ну, да, потому что ты не... Запасный риск должен быть, но это не процент. То есть, если ты говоришь, что копать метровую канаву и копать канаву размером там с большой каньон в Америке, это процентное соотношение. Нет, сложность задачи разная. То есть, в канавке риска нет 0%. Два часа работы, все. На лопату сломается. Ловил, хорошо, да. Ну, риск на лопату и там, и там. Я имею в виду сложность задачи. То есть, на сложность задачи, да, согласен. Риск нужно давать, если задача сложная. Но тут нельзя сказать, что на все задачи мы даем 5% времени. Я понял. Не всегда коэффициент. Коэффициент, да. И это уже решает чисто опыт, который вот ты знаешь. Я прошу прощения, жопное чувство. Вот то самое. Когда ты знаешь, вот тут надо дать больше. Иначе будет беда. Итак, чувствую по оценке, нужен отдельный доклад. Как тренировать жопное чувство? Название будет. Было тепло. Ну, это разве что такая, эти, мозг подключить и передавать. Так не научишь. Это как на лошади кататься научить. По рассказам. Ну, это тоже на данный момент времени вполне очевидный вопрос. Если человек не знает вообще, что такое система контроля версий. Как бы прошло то время, когда мы в универе флешками обменивались. Система контроля версий. Флешки на ладру, он написал. Флешку вернул, типа ты дописал что-нибудь. Ой, зафейлился мой бэкапчик. Уронил флешку. Похерили сердце. Очевидный вопрос. Причем сейчас, если раньше мы задавали вопрос, с какими контролями версии ты работал? И если не было непонимания в глазах, и он говорил, СВН, мы делали, фух, слышал. Сейчас на самом деле ситуация более критичная. То есть, уже недостаточно слышал и недостаточно даже СВН. То есть, если человек не знает, что такое ГИД, например, то как бы вопрос. Если человек не умеет, не понимает, что такое клонить, и чем отличается распределенная система контроля версий от нераспределенной, тоже уже вопрос. Просто сейчас а-ля гитхабов и всех остальных набирает такую скорость, что если человек не знает, то мы возвращаемся на кучу слайдов назад, там, где вот социализация техническая. Он не знает, что такое гитхаб. Если он знает, что такое гитхаб, но не знает, что такое гид, опять же, то есть, неинтересно? Зипки качал все время, что ли? Вопрос, почему именно она и в этом проекте? А если это историческое сложивость, человек не может дать определение, почему именно она? Опережаешь вопросы, да. Ты вообще задал вопрос, в котором содержался ответ. Смотри, вопрос же тут... Ну, да, я согласен, вообще, надо немножечко перефразировать. Почему в этом проекте, исторический проект создан был 9 лет назад? Вопросы, вот. Наверное, тут стоит перефразировать вопрос так, какую бы ты систему контроля версий использовал? Вот и дальше пример проекта. Потому что на самом деле мы все там прекрасно понимаем, что и не везде гид там проще... Ну, ладно, если не проще, но проехали. То есть, зависит от задачи, может зависеть от задачи. Хотя, если ты привык, если у тебя гид уже просто на импульс мозг, у тебя пальцы сразу сами брык команду, далее, то везде гид нормально, катят, везде работает. То есть, холивар между тем гид или мерк? Нет, это не то. Не надо, да. Мы не будем холиварить на тему, какая лучше. Мы просто пытаемся узнать у человека, с чем он работал. Сейчас это очень критично. С чем он работал и посмотрел ли он вокруг. Меркантильный вопрос. Ну, вопрос меркантильности мы все прекрасно понимаем. И, в общем-то, мы все здесь отчасти бизнесмены. Работаем на себя, как бы фрилансер, там не фрилансер, даже если ты работаешь на контору, ты в любом случае работаешь на себя, цепей ни у кого не видел, чтобы хребели здесь. Поэтому вопрос меркантильности... Те, что с цепями, они сюда не дошли. Да, вопрос меркантильности, он должен быть, нужен. То есть, если человек не интересуется... Ну, понятно, что мы задаем вопрос про зарплату, какую ты хочешь. Но если мы видим, что человеку не интересен вопрос денег, тут есть несколько вариантов. Либо он совсем студент и совсем понимает, что он ничего не знает, и какие деньги, ребята. За бесплатно возьмете? А не шутка, надо такое говорят как. То есть, я готов работать бесплатно, главное вот опыт получить у вас, и чтобы вы меня научили. Но это другой вопрос совсем. Но если человек с опытом не интересуется вопросом денег, это странно. Я не знаю, это мое личное мнение. С другой стороны, если у человека вопрос денег звучит на входе, в середине, ближе к концу и в конце. Тоже, ну, как бы крайность вторая. Значит, кроме денег, ему, в общем-то, ничего не интересно. И я называю таких кузнечиками, они просто прыгают от конторы к конторе, на большие МЗП. То есть, и МХР в скайпе написал там, вот тебе оффер плюс 3%. Хлоп, вон, все. 3% бенефит, клево. Я за профитом, ребята, до свидания. Ну, и он будет прыгать так, толку от него не будет, и знаний не будет, и будет просто на пузырях жить. На финансовых, которые вокруг проекта. Стандартные вопросы, которые мы задаем, о том, сколько сейчас получаешь и насколько больше хочешь. Тут говорить о каких-то средних показателях нет смысла, да, и не буду, честно говоря, еще вас кормить цифрами разными. Скажу только одно, что есть, ну, перед тем, как идти на собеседование, ну, это, в общем-то, такая тоже стандартная штука, задумайтесь о том, будет ли изменяться ваша зарплата в зависимости от тех условий, которые предлагает контора, причем не условий, там, соцпакет даете, обеды есть, и все такое, а от команды, от типа проектов, от того, кто вас собеседует, это очень большой вопрос. То есть, если вы видите, что начальник делает вот так, у него тик нервный, то стоит задуматься, может быть, не стоит загадать такую зарплату, за которую вот стоит к нему пойти. Перед собеседованием сделайте это, потому что, когда начинается там вопрос, окей, с какой суммы, ну, задаем вопрос, сколько сейчас там, допустим, человек отвечает. Допустим, не отвечает, неважно, задаем следующий вопрос, со скольки ты готов быть с нами. То есть, вот стартовая. И тут человек попадает в ступор и начинает считать. Это тупо выглядит, ну, я прошу прощения, но это реально тупо. То есть, человек начинает, прямо на моменте, вот, когда он, в общем-то, идет на работу, чтобы заработать денег, он начинает считать в уме, и сколько же ему хватит. Блин. Ну, да, тут все очевидно. Второй вопрос, очень-очень важный, когда человек говорит там, килобакс. Мы задаем вопрос, хорошо, ты оцениваешь себя в килобакс на основании чего? Нет, ты хочешь килобакс на основании чего? Ты так себя оцениваешь? Или тебе так нужно? Ну, хорошо, да, да. Хорошо. Ты так себя оцениваешь, или тебя оценивает кто-то другой, или, короче, почему килобакс? И вот тут начинается иногда там такой цирк. Потому что вот эти соседи, которые... Найдите этого соседа, пожалуйста. Мне сосед сказал, что программист зарабатывает вот килобакс. Да. Это не шутка. Это я серьезно. То есть, у меня друзья зарабатывают килобакс. Вот такой ответ. Причем, не один раз, и не два раза такой ответ случится. Мне вообще, как это... был ответ, который побил все эти ответы. Это когда девчонка, я не помню, это не PHP, это, по-моему, на дизайн шло. А вот, и она говорит, я хочу килобакс, но я не помню точно сумму. А почему? Потому что муж получает полтора килобакс. Причем, да, аргументация, железная уж. Вот именно чуть-чуть меньше, чем муж. Все. Это вот аргументация. А кем он работает? А он программист. Вот, к примеру, посмотрим в доу рейтинг зарплат по Украине. Насчет доу и зарплат сейчас чуть-чуть, давай позже. Приведу хороший пример, просто все умные смотрят на доу. Я с другой стороны баррикад раз объясню, в принципе. что-то за то, что хочу. Оу! Да убежал. Поаплодируйте этому человеку. Это шутка, надеюсь, была. Ну, это есть такой ресурс. Давай, раздорки ее. Да. И ну, ресепет. Вот. Хорошо. Так. Да. Какими факторами оперировал? То есть, если человек адекватно говорит, ну, то есть, адекватный ответ. На прошлой работе я получал столько, но я считаю, вот, мне там мало, я вырос. Мы, допустим, видим, что он действительно стоит того, чего он просит. Это вполне адекватный ответ. То есть, не думайте, что это так, в небо человек выстрелил, потому что я вырос. нет, мы видим, что он вырос, мы верим, что то, что он получал на прошлой работе, это мало. Все честно. Еще один адекватный ответ, но это скорее таких более новичков, ну, туда, в сторону джуниора. Это, смотри, квартира у меня стоит столько, на еду мне нужно столько, у меня есть девушка, мне нужно столько. Вот сумма. Это, ну, блин, адекватный, нормальный расчет мужика, которому там нужно поесть, поесть, пожить где-нибудь и купить девушке. И поесть, пожить. Вполне объективный, адекватный ответ. Следующий, это по поводу, ну, даже не обидок, а по поводу того, что человек, вот, ну, блин, не понимает, мы говорим ему, вот наш оффер такой. То есть человек приходит и начинает диктовать свои условия. Я трупальщик, один килобакс хочу, вот хочу и все. И вот у меня много опыта. А мы ему говорим, ну, смотри, нам нужен зенфрайверщик, и мы тебе готовы платить полкилобакса. И вот тут начинаются обидки. Типа, срываться начинает, видно прямо по глазам, как он негодует, вот он, черт побери, меня обидели, меня оценили в полкилобакса, а я стою килобакс. Раньше стоил. Вот. А как бы, фраза говорит сама за себя. Мы, как бы, в общем-то, тоже бизнесмены. Все мои бизнесмены. Один приходит и говорит, вот, я стою столько, а второй говорит, ну, смотри, для того, чтобы я за тебя заработал, я тебе могу платить столько. иначе, ну, это не имеет смысла. И это нормально. Вы должны понимать, собеседование, это собеседование, это не посиделки за чаем. Ну, иногда это выглядит, как посиделки за чаем, и так и должно быть. Но это не посиделки за чаем. Это контрактная основа. Вы приходите, простите продавать себя. Кто-то, простите, вас покупает. Это, ну, это деньги, это дело. Мы все должны понимать, что у нас не социализм, и у нас нет такого, что вот тебя распределили на завод, и ты пришел на завод. Не получается так. Кто-то на ком-то всегда зарабатывает. Когда вы приходите, не обижунькайтесь, не делайте вид, что вот, меня ценили полкилобакса, значит, упыри вот такие. Нет, это значит, что просто для того, чтобы эти люди заработали денег, взяли тебя на работу, они вот могут это тебе предложить. Все. Ничего обидного, как бы говоришь честно, ну, извините, ребят, мало. Но мы говорим, ну, все понимаем, все бог. Без обидок нам ничего. Мы ТБТ-ш. Да, дальше. Наш фидбэк по знаниям, ну, это обязательный пункт, как бы все, кто проводит собеседование, это советуют делать, и так нужно делать, я с ними полностью согласен. То есть, это давать правильные ответы, и в конце говорить, ну, смотри, честно, опять же, это контракт, надо объяснить, почему полкилобакса, ну, не в цифрах, конечно, и объяснить, почему, допустим, нет. То есть, если нет предложения, объяснить, ну, извини, чувак, нам нужен Zen Framework разработчик, а ты трубал разработчик, только просто недостаточно знаний, для той вакансии, которая у нас открыта. Но это обязательно нужно проговорить, иначе у человека создастся впечатление, что Дарк проснулся не с той ноги, завалил его на собеседовании, и ушел. Все, красавец. Так не должно быть. Человеку всегда, ну, ждите, чтобы вам объясняли, если надо, подталкивайте, и спрашиваете, что не так было, скажите так. Или так. Не, вообще, насчет того, что я такой злой, задаю страшные вопросы. Я шутил, он не злой, он на самом деле хороший. Я люблю задавать вопрос такой, вот, оцени себя по пятибалльной шкале, да, как ты знаешь JavaScript, или там CSS, или HTML, или PHP. И когда человек говорит, знаю на 5, я говорю, а теперь вопрос на 5 баллов. Вот. И вот тогда начинается вопрос, до которых заваливается. вот, так что, не надо, слой. Зачастую вообще, извините, заделся меня. Зачастую, вот, ну, может, не зачастую, но очень часто человек понимает, что, где он там, не знает, где его слабые места, где он там, сильный, ну, и когда ты говоришь, ну, тебе там что-то объяснить, почему там, что он, да не, я все понял, что там, там и там, что-то я не знаю. То есть, с этой стороны тоже, очень, это, кстати, очень положительный момент, когда человек понимает, где его слабые места после собеседования. То есть, нет вот этой вот злобы, просто агрессии, из-за того, что, вот там, я не ответил, там, или просто расстройство, расстроенных чувствах, и ты такой думаешь, блин, надо успокоить человека, не дай бог пойдет, там, где-нибудь, это, что-нибудь нехорошее с собой сотворит. Вот. да, я потом мучаюсь совестью. Вот, то есть, вот эта вот адекватность и рассудительность по отношению к самому себе тоже очень положительная. держите себя в руках, потому что, когда вы понимаете, что вы спейлились, блин, все бывает, собеседование, когда ты пришел, думая, что у тебя одни знания, а перед тобой посадили зубра, который у тебя просто в клочья. И вот тут, как бы, у вас есть два варианта, либо вы выходите, как человек из ситуации, либо вы выходите, как не человек из ситуации. То есть, вы можете, бывало такое, разозлиться, плюнуть, молча встать и уйти. То есть, ведет собеседование, как бы задают вопрос, человек понимает, что он валится вообще в хлам, он молча встает и уходит. Чего было? Или, ну, красиво, как бы, вы понимаете, что вы проиграли, но достойно голову подняли, и как бы, как нормально. Досидели до конца, дослушали, доотвечали, встали, попрощались и ушли. Все нормально. Написать список вопросов на изучение. Да, список вопросов Антон частенько, бывает, пишет. Ну, если спрашивают, если это нужно, если человеку интересно, то есть, нам видно, что человеку не кофе его, а он его просто, ну, нормально, но мало знает. То да, человек в яркой футболке. А что делать, если человеку не взяли, потому что он в команду не подойдет? То, что тут был вопрос, который мы задаем, еще не значит, что мы брали людей, которые, ну, допустим, там, не подходят в команду. Я не верю, что вот существуют люди, которые совсем волки-одиночки, и которых, ну, нельзя как-то социализировать, подружить со всеми, и все такое. Обычно проблема немножечко в другом, то есть, он одиночка, и он открыто заявляет, что я не буду работать в команде. Вот это проблема, тут уже, а что мы сделаем? Человек прямо нам говорит, я работаю сам. Если вы меня возьмете, я буду один на проекте. Если вы мне кого-то попытаетесь, Лида, какого-нибудь дать. Тут, ну, а что мы сделаем? Мы можем, конечно, направить на курс какой-нибудь психотерапии, но я не думаю, что это и самому человеку будет прикол, и нам. А если он считает, что он подходит на вакансию, а вы ему отказали, потому что вот там все-таки... А, если он считает, вот тут гордо нужно, как человек подняться, это контракт. То есть, мы, да, мы тоже делаем ошибки, это очевидно, все люди делают ошибки, но у тебя есть вариант побрызывать слюной, поспорить и покричать, что, ну, как ты думаешь, сам реально принесет какую-то пользу или успех тебе? Если ты встанешь и будешь кричать, нет, я хорошо работаю с людьми, вы, упыри, меня неправильно оценили. Мы скажем, да, мы видим. Нет, как-то говорите об этом? Психологически, нет, нет. То есть, технически, да, мы говорим, где свелился, где не так, по деньгам тоже говорим, чем наши ожидания и все такое. Но сказать человеку, что кажется, он маньяк, а вдруг он маньяк? Я же потом не смогу уйти из офиса, мне же страшно будет. Да ладно, делается все проще, да, с ней такие помидевы, все, я задаю вопрос, он опять пал, да, и все, человек все равно завалится, потому что я даже на них ответа не знаю. Но мы этого не говорим. Следующий пункт по поводу вопросов, тоже очень важный, причем важный нисколько для человека, который задает вопросы, то есть, ну вот, собеседуем мы. Мы говорим, давай вопросы свои нам, что тебе интересно о нас? То есть, перед тем, как мы и ты принимаешь решение, потому что человек тоже принимает решение, в общем, не то, как компания решает брать или не брать, человек тоже решает идти, не идти, но я надеюсь, по крайней мере, здесь сидящие так решают. Очень важно, какие человек задают вопросы. Что его интересует из того, чего мы еще... Все? Вес закончился? Наук, наверное, ждал. Очень важно понимать, что... А ничего интересного. Что человека интересует? То есть, те вопросы, какие он задает, они вкладывают в нас знания того, что ему интересно и какие может быть... Ну, не знаю, не проблемы, решения он может предоставить, какие проблемы у него есть. Если человек спрашивает нас, как далеко отсюда забегаловка пожрать? Нет, ну, не смейтесь, на самом деле, это нормальный вопрос, который, например, мужик нормальный может задать, где здесь ближайшая еда, если у вас нет обеда. Ну, блин, нормальный вопрос. Если человек задает вопрос, по каким процессам у вас разрабатываются проекты и, допустим, кто из ваших проект-менеджеров выступает на конференциях, это вопрос совсем другого уровня. Чувствуете, да? Где тут забегаловка? И про процессы. И менеджеров, которые выступают на конференции. Поэтому совет перед тем, как идти на собеседование, кроме резюме, заполняйте список вопросов конкретной компании. Потому что, ну, компании тоже разные, и с этим вопросом может быть все-таки разница. Но думайте об этом. Садитесь и потратите, поверьте, полчаса вашего драгоценного времени от вас не убегут. Не посмотрите там последние Игры престолов или что там сейчас в топе. Если человек задает вопросы о проектах, в частности, вообще в принципе, какими проектами занимается и на какие проекты планируют посадить его? Вы предоставляете ему какую-то информацию, частично, может, какие-то куски хода, в каком состоянии и так далее? Или скажете, что-то вы слышали? Ну, как... Да, тут как-то в анекдоте. В общем-то, все должно быть логично. кто-нибудь не умеет купаться, тут утром. То так же точно и здесь. Тут все логично. Если мы можем предоставить ему какую-то кусочек информации без потери конфиденциальности, да, ну, без распространения. вот у тебя будет команда из трех человек, будет один лид и проект будет о живописи. В общем-то. Ну, то есть мы ничего не рассказали в целом, но человек уже имеет приблизительно представление. Хорошо. В каком там, например, если вопрос, в каком состоянии проект, куда движется, насколько будет дальше развиваться? с нуля или не с нуля? Да. Ну, само собой тоже. Это не является особой коммерческой тайной. Миллионы проектов в мире начинаются с нуля завтра. Вот мы и говорим, завтра начинается у тебя новый проект с нуля. Да. То есть вопрос именно в разглашении. То, что мы можем сказать, мы можем сказать. И скажем, скорее всего. То, что мы не можем сказать, мы не скажем. Могу привести пример, что спрашивают. Если по работе, то там, большой ли у вас отдел? Там был слайд, который мы проелистали. Там наш отдел. Вот. Да, большой. А фрейверк какой пользует? Используйте. Зен фрейверк? Все такие. Ну, кто знает, кто задает такой вопрос, те... На самом деле, положить такой вопрос после вопросов в Дарка о зен фрейверке. Кстати, такое тоже было. Ну, да. Внимательность человек проявляет. Давай. очень сильно. Ответил вопрос? Вопрос. Да. Вопрос. Мне осутили. Вот. Но я сталкивался с этим. Как вы оцениваете возраст человека, допустим, ситуация, когда приходит человек на 25 лет, джуни, это да? Да, да, да. Я бы хотел сказать, что мы это не берем во внимание. Очень хотел бы это сказать. Да, но, к сожалению, если так по честняку, мы не хотим это брать никоим образом. Ну, это возраст, в общем-то. Есть зрелость, есть биологический возраст. Но, все равно, когда, допустим, передо мной собеседуется человек под 40 на джуниор, очевидно, что я буду немножечко по-другому задавать ему эти вопросы, немножечко по-другому относиться к нему. Может быть, даже это будет как плюс к результату собеседования. Нельзя судить однозначно. Если 16-летний придет на собеседование, очевидно, тоже. То же самое. В общем-то, почему бы и нет, если он гений в 16 лет может кодить и там дарка на лопатке ложить. Почему бы и нет. Но, само собой, это вносит коррективы. Ответ да. А какая возрастная у вас катастрофа? На джуниора или в отделе? На прием особо возрастной категории нет. Да, возрастной. Я тебе могу рассказать случай. У нас был человек на собеседовании на джуниора. Человек, который вышел по-моему в отставке после... Он летчик. И у них же отставка это 35 лет, по-моему. Ну, то есть их уже не пускают летать. И у них все, человек на пенсии фактически. Ну, я не помню точно возраст, но там вообще очень молодые, да. Он такой говорит, ну, я вот пришел и я понял, что, ну, все, моя карьера закончилась и я начал там разбираться. Ну, единственная причина, почему мы его не взяли отнюдь не возраст, а то, что он просто начал ПКП учить месяц назад. Но даже для этого месяца он там, конечно, хороший уровень показывал, но... это был инженер, но не столько программерский. Да. Ну, то есть детальный. Если бы у меня была возможность его получить полгода, я бы его взял на работу. Я сто процентов уверен, что он был бы отличным исполнителем, отличным работником и отличным программистом. Но это был вопрос не возраста, это был вопрос как раз опыта. Ну, возраст имеет значение когда ты общаешься с человеком, но по результату мы не можем отказать человеку, потому что он превысил кап какого-то лимита, возраста. Ну, нет, такого не бывает. По поводу среднего на вход стандартов нет, но, как показывает практика, это третий курс к нам на джуниор вакансию приходили. И мы думали о том, чтобы брать человека и брали некоторых людей. На третьем курсе это брали? Да. А что, я считаю. А по поводу, например, человек приходит вроде толковый, 20 лет на джуниора, все знает, хорошо, нигде не учится и говорит, что высшее образование не чувак. Ты смарта знаешь, да? А? Смарта знаешь? Нет, нет, мы не знаем. Ну, да, смеются те, кто знают смарта. Есть такой у нас, у нас работал такой человек и он пришел без образования. Мы берем как бы диплом нет, не диплом, это хорошая штука. Это не диплом, образование. Но образование у человека школьная программа. Да, что такое образование? Ему 20 лет. Человек нам показывает, как он умеет делать дело, за которое мы ему собираемся платить деньги. Знать, учил ли он историю, нам с ним не жить, чтобы краснеть перед родственниками, что он не знает каких-то великой отечественной. Если он умеет делать дело, он умеет делать дело. Тут точка. Есть еще бывает часто вариант, когда приходят на собеседование не для того, чтобы получить вас на бой, а для того, чтобы поднять себе ЗП на старый. такой вариант часто бывает. Нет, он бывает не часто. Но давай так, узнать об этом мы можем только угадать. Очевидно. что, к примеру, если вы угадали, как вы относитесь к этому. Как мы относимся? Ну, как ты думаешь? Ну, я не знаю, я человек слова, я привык, если я иду куда-то или делаю, или говорю чего-то, это так и есть. А когда человек идет на собеседование, если бы он пришел и честно на входе сказал, пацаны, давайте, мы тут чай попьем, сейчас погоняем, обсудим последние новости по ХП. Я на самом деле хороший, я сеньор, я все знаю. Просто поговорим, а я там у себя в конторе скажу, что я ходил на собеседование. Попьем чай, серьезно. Но он пришел, он обманул, как бы, он не сказал, он изначально не собирался сюда идти, почему я его должен уважать? Но все честно, про и как. А как часто бывает, что человек соглашается и через неделю говорит, мне там предложили облакшить его? Было, было, но не часто, ну, просто за большой срок, было там, может, пару раз. Тут сложно судить, обычно это были, ребята, у которых еще особо опыт не сформировался, которые не понимают, что такое имя в среде, то есть, ну, как бы, Харьков, он на самом деле, это кажется, что он здоровый, он нифига не здоровый, и таких кузнечиков со старта, их как бы, ну, потом у них нормального места нет. Человек просто сходил на два собеседования, в небольшом диапазоне, каждый сказал, ну, мы тебе в течение недели позвоним, да, и в конце недели, вначале, одна контора звонит, предлагает зарплату 500, потом другая звонит, предлагает зарплату 600, и ты потом... Это форс-мажор. Это форс-мажор. А ты имел в виду именно вот если вот сознательно, Не сознательно, просто он собрался выходить и ставить в свое представление только уже на момент, когда имеет повтор. А, ты пишешь, между работами, когда? Да, да. Это нормально, но в чем вопрос? То есть, человек сходил на собеседование, понял, что он ценен так, как он думает, пришел обратно к себе, то есть там сказал, да, я приду, пришел обратно к себе и сказал, я ухожу. Вот. Ну, такое бывает. И я не знаю, почему можно считать это каким-то обманом, он же в общем-то никого не обманывал. Он пришел с целью прособеседоваться, прособеседовался, его там оценили лучше, он увидел, оп. То есть, это не вариант, когда человек изначально, сколько мы ему там не задали, так... Да, да, я, может быть, не понял вопроса. Людина приходит на стримбейс, у него есть место работы, вот и он каже, что его что-то не влаштовывает, выдаёт ему пропозицию кращую. Он повертается назад, каже, у меня там хлопчики уценили, а вот так, вы четыречи. Он говорит, добре, добре, мы тебе так вот поднимаем. И уже когда он должен выходить на работу, он говорит, он говорит, нет, хлопцы, я уже маю кратчую пропозицию на втором месте, неж выманил гербану на работу. Это очень похоже на то, когда человек просто пришёл для того, чтобы ему там подняли... Да. Обычно такие люди говорят, вы знаете, спасибо за ваше предложение, мы предложили, я хочу подумать недельку. Это вот сто процентов такой вариант. Ну, а тут мы и не знаем, на самом деле, он ушёл думать недельку и он специально сделал обман, или он действительно ушёл думать недельку, ему сделали контр-оффер в другом, там, где он делал собеседование, и он туда ушёл. Ну, такое бывает. Перекупи. Окей, это уже следующий слайд. Окей. Ну, ещё. Ещё немного о том, что происходит. Да, мы уже выбились за все... Да, вышли за все. За все мыслимые, немыслимые временные рамки. Вот. Ну, ещё отдельный пункт, это open-source проекты. В действительности, если разработчик ведёт какой-то open-source проект, то он и в роли менеджера выступает, и в роли тестера. В общем-то, он примерил на себя очень много шкур, и это очень большой плюс человеку. Так что, если у вас есть open-source проект, которым вы занимаетесь, но не только этим проектом, да, там, в какое-то свободное время, уделяете ему время, то есть мы понимаем, что для вас программирование, это не только работа, это вам в кайф, и это и хобби ваше, и на работу вы будете ходить с удовольствием, скорее всего, но плюс вы ещё будете понимать других людей в команде, скорее всего, то есть у вас какой-то есть опыт работать с заказчиками, те, кто пользуется вашими open-source проектами, вы сами тестировали и управляли своим временем, старались, в общем-то, это о многом говорит, это очень большой плюс. Ещё такой момент, это про фриланс. Я надеюсь, все понимают различия между open-source и фрилансом. Нет, просто может сейчас, скорее всего, из зала кто-нибудь скажет, ну как же, и то ты работаешь на один проект, и то ты работаешь на один проект. Одно нужно тебе, а другое нужно кому-то. В действительности, мы сталкивались с такой клиникой, это когда человек фрилансил в течение многих лет, при этом никогда не работал в компании, при этом он почему-то не прислал ссылку на своё никакое портфолио, ни на каком фриланс.ру, нигде. То есть он где-то фрилансил по кустам. Партизанный фриланс. Да. В течение 4-х лет, вопрос, чему ты научишься за эти 4 года, когда ты сам варишься в собственном соку, и при этом ещё, ну, и хочешь ZP, такую, как ты получал на фрилансе. Ну, там, самый лучший месяц своей работы. То есть... То есть человек, у которого 4-х летний опыт 1 года, такой закоренелый уже, он кристаллизировался, и пытался его переучить, и он ещё хочет денег, нормальный, как бы, ну, потому что, в общем-то, опытные фрилансники, они так могут клепать хорошо в месяц. поэтому, ну, с такими ребятами, ну, нечасто, иногда попадались, вот, ну, таким зачастую, они даже не проходили вот те вопросы по технической части, у них они очень сильно плавали, да, ну, то есть они по верхам нахватались, и по верхам это всё продавали по берегу, вот, ну, скорее негативный опыт, да, для нас. Отдельно стоит упомянуть людей, которые вообще матёрые зубры, да, это люди, которые, я, опыт работа в компании, фриланса, то есть он такой вот многостаночник, стахановец, и так далее, и тому подобное. Человек вообще очень бесценный, да, но проблема в том, что под него мы не найдём проект, в котором он в полную силу будет окупаться для нас, для компании, ну, и вообще будет сам себя реализовать. Вообще очень сложно такого человека с таким скиллами мотивировать работу, да, заинтересовать работу, да, то есть я вот свой фриллер и дарю, да, делать нефиг, вот, то есть... Вот, а когда приходит такой человек на собеседование, то есть ты уже такой в бэкграунде думаешь, блин, какой же проект, в какой проект его посадить, в каком проекте он будет получать кайф от работы, то есть это ты уже в бэкграунде прокручиваешь, ты такой, новый проект, там, e-commerce с какой-то социалочкой, не, банально, это банально, блин, для него любой проект банальщина, ты понимаешь, ну, вот тут вот, конечно, вот здесь вот ты объясняешь человеку, блин, товарищ, те у нас просто фактически не будут интересны, для него нет работы, для него нет работы, там, лицо какое-нибудь, еще, то есть человек уже такого уровня, ну, тут, или он идет нам на встречу, да, ну, а мы, уже посмотрим, есть ли действительно для него у нас место, ну, если нет, то мы открыто скажем, чувак, ты монстр, такой вот, сила, мощь, мы тебя не удержим, просто, не в силах мы тебя удержим, никак, окей, ну, собственно говоря, опять повторю то, что говорил Дима, все мы все-таки немного бизнесмены, мы, когда приходим на собеседование, садимся, мы, это стол не переговоров, да, это стол торгов, да, такой, я знаю вот это, а вот это знаешь, а вот это я знаю, а это вот так знаю, а это вот так знаю, ну, в общем-то, это все торги, ваша задача здесь, на собеседовании, все-таки, продать себя, подороже, наша задача купить подешевле, естественно, будем откровенны, это, так все и происходит, очень хорошо, когда, ты приходишь, ты покажешь свои скиллы, а именно эти скиллы, нужны компании, тогда вы получать, вы оба будете довольны, полностью удовлетворены сражирской ситуацией и по деньгам, то есть компания понимает, что она покупает и что именно это то, что ей нужно, и разработчик будет доволен, то что по максимуму продал свои скиллы, вот, возможно, если вы походите, ну, если у вас случится ситуация, что будете искать новую работу, походите по собеседованию, не стоит цепляться сразу за первое предложение, возможно, вам стоит просто походить, возможно, есть некоторые моменты, которые окажут на вас большее влияние, да, то есть, я думаю, у вас, ну, дизельность так и происходит, у нас очень редко, если кто-то приходит из другой компании, да, мы сразу спрашиваем, а вы вообще были еще в других компаниях на собеседовании, он говорит, ну, там, был, если на предыдущем, ну, если перед нами были еще собеседования, то, скорее всего, человек уже не будет так нервничать и будет чуть-чуть спокоен, то есть, с большой долей вероятности, на втором собеседовании вас оценят больше, да, вы же на первом услышали вопросы, подучились, и на втором себя продаете больше, но, это вот такой вот, как это, лайфхак по поводу того, как ходить на собеседование, но, с другой стороны, не стоит заниматься самообманом, да, и пытаться вот эти скиллы, которые вы выучили после первого, второго, третьего собеседования, продавать, вас потом посадят в проект, в котором нужно будет действительно показать свой скил, а вы там, вот, так что, знать себе цену, это тоже очень важный момент, не стоит прыгать выше головы, потому что выше головы, там, кто-нибудь может вам что-нибудь отрезать, вот, если подсечет, хорошо, да, если, хорошо, ну, в общем-то, опять же, мы повторяемся, что задавайте вопросы о компании лучше, подготовьте эти вопросы заранее, то есть, то, что вас действительно интересует, это очень важный показатель для работодателя, то есть, что вам интересно в компании, вот, ну, на этом уже все, если все-таки еще вопросы у кого остались, там же можно идти домой, да, давайте всем если мы учимом,